Ирочка, скажи, пожалуйста, как тебе идея создать семью? Создать семью? Ну, мне надо подумать. Ты знаешь, такие ответы сразу же не даются. Сколько тебе нужно времени, чтобы подумать и ответить? Саша, утром это очень тяжело, очень тяжело ответить на такой вопрос. Ладно, пока ты думаешь, я думаю, что гости наши ответят. Конечно, у нас сегодня в студии Тимур и Галина Шкабара, победители всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья». Ну что ж, поинтересуемся у них. Доброе утро! Ну что, традиционный вопрос. Как начался сегодня ваш день? Позитивно. Как ваше утро? Очень доброе. Мы очень рады всех видеть. Мы вас слушаем. Ну что ж, первый вопрос. Скажите, мы сейчас как раз шли к вам, когда обсуждали с Ириной. Сколько же нужно времени для того, чтобы создать крепкую, любящую молодую семью? Ну, это огромный труд. Мы уже вместе 13 лет, не считая того, что мы 5 лет встречались. Ну, каждый год разные трудности, уважение, любовь друг к другу, ну и, конечно, воспитание маленьких деток. Это сплочает и радует. Можно такой женский вопрос? А сколько вам понадобилось времени, чтобы сказать «да»? Это такой вот трепетный вопрос. Ну, 5 лет. 5 лет. 5 лет. Ну, давайте поговорим, собственно, о конкурсе «Семья года». Что же такое мероприятие? Мы тут с Ирой тоже хотим поучаствовать. Ну, само мероприятие организовано Министерством защиты и социальной защиты России. Он всероссийский. В Крыму он проводится уже, по всей России, 3 года. В принципе, сам конкурс очень хорошо организован. Проходят мероприятия, освещение в прессе. Ну, а что надо делать? Просто быть хорошей семьей. Вот вы победили в номинации «Молодая семья». Что это за номинация такая? Как вы в ней победили? Расскажите секретку. Повторюсь, мы с Ирой хотим сильно приучаствовать. Всего было 5 номинаций. Да, одна из этих номинаций «Молодая семья». Мы узнали об этом конкурсе от Белогорского центра социальных служб. Нам сообщили, какие документы необходимо собрать, заявку, сделать презентацию, заполнить анкету. Все это было сделано, отправлено на Симферопольский центр, где рассмотрено. И в начале июля мы победили, получается, в нашей номинации по всей Республике Крым. А затем уже в августе из всего было 346 заявок по всей России. В нашей номинации было 71 заявка. И мы вошли в число призеров победителей. Но я могу предположить, что весь секрет кроется в вашей презентации, которую вы создали. Она была какая-то особенная у вас. Что там было? Признавайтесь. Просто наша семья. Папа, мама, детки. Фотографии, какое-то описание. Фотографии, чем мы занимаемся в стихотворном виде. А чем вы занимаетесь? Мы являемся учителями на Зыбинской школе Белогорского района. Какие предметы вы преподаете? Я начальной класса. Муж истории, общество знания. Информатика, кружок волейбола еще. А когда вместе работаете, это сплочает? Сплочает. Но все думают, что мы видимся каждую минуту. На самом деле мы с утра пришли на работу, разошлись по кабинетам. Ну, конечно, на переменках мы видимся. Но и дома мы все обсуждаем. Конечно, все у нас общие, общие темы, общие дела. Поэтому все это сплочает. Тимур Галина, к сожалению, осталось у нас с вами около минуты. Я вас очень прошу обратиться ко всем коренчанам и рассказать, как сделать такую семью, которая была, ну, собственно, до последнего дыхания вместе, любили друг друга. В чем секрет? Расскажите телезрителям. Просто любите, верьте, доверяйте. Уважайте друг друга, уступать, когда нужно. А мы благодарим за такие теплые слова. И напоминаем, что сегодня в студии были Тимур и Галина Шкабара, победители всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Молодая семья».